О, я вижу, у нас не хватает места. Есть места. У кого рядышком возле вас есть места? Поднимите, пожалуйста, руки. Пожалуйста, вы не стесняйтесь там, подойдите, сядьте рядышком. Люди не кусаются, они щипаются больше. Садитесь рядом. Я сегодня хочу обращаться к последним собраниям этого уходящего года ко всем нам и гостям, и членам общины. Хотя это служение последнее в 2012 году, к календарь, но это не последнее собрание вообще, как таковом. Я знаю, что многие из вас уже запланировали отъезды к друзьям, к родственникам. Вы собираетесь на Новый год, вы собираетесь уехать. Многие запланировали какие-то свои отпуска. Многие делают так, чтобы захватить еще Рождество. Хотя это собрание последнее в этом году, но оно расположено как раз между западным и восточным временем празднования Рождества. И это, можно сказать, как не лучшее время для меня лично, это как бы идеальное время говорить о Рождестве. Сразу на две стороны. Посередине я буду говорить о Рождестве. Тема моя сегодня будет очень такая прямая и бескомпромиссная. Тема моей проповеди будет такая. Я верю в Рождество. Хотя я верю в Ишуа Мессию, я верю в Бога, но я верю в Рождество. Понимая, что именно я хочу уделить это ударение, поставить на то, что я верю. Именно слово «я» указывает эта буква как на какое-то твердое решение. Мы хотя говорим «буква я» – это последняя буква в афавите, но она как бы выражает всю сущность. И когда мы будем говорить «я верю», хочу, чтобы на самом деле вы внутри были уверены и утверждены в том, что Бог оставил для нас на страницах Священного Писания. Причины такого радикального постановления вопроса заключаются в том, что в последнее время все больше и больше в этом мире существуют позиции, которые хотят убрать Ишуа Христа из Рождества. Мы говорим «это прекрасные зимние праздники». Очень часто вы услышите по радио, что это праздники веселья, радости. И в бывшем Советском Союзе Рождество было настолько уничтожено, что они пополнили это Новым Годом. И с каждым разом, уже в течение этих ста лет, Новый Год становится более ярким праздником, чем Рождество Христово. Рождение Мессии – это не отсчет времени, это позиция человека в осознании, что Мессия пришел на эту землю. Попытка… Однажды у меня была с разговором с реформаторским председателем общины. Мы разговаривали, и зная мою позицию в вероучении, в вероисповедании, он спросил меня вопрос такой «Неужели ты веришь в девственное рождение и то, что Бог родился воплоти и жил среди нас?» Это был вопрос, который кидал мне вызов, и я понимал, что это вопрос этого мира. Сомнение сегодня сеется в этом мире о том, что вообще Мессия родился, и о том, что Он вообще приходил воплоти. Эта позиция очень серьезно сегодня рисуется или проталкивается с запада на восток, с востока на запад, с юга и с севера, чтобы посеять сомнение в то, во что мы верим, в основы именно мессианского вероучения. Говорю мессианского и имею в виду сразу и христианского. Ставя под сомнение в том, что Мессия мог родиться. И я хочу, чтобы вы понимали, что Матфея 1 глава начинает говорить нам о том, о чем каждый верующий человек в Бога и верующий в Мессию Иисуса Христа должен иметь основание. Я начну читать. Рождество Иисуса Мессии было таково. Рождество Иисуса Мессии, то рождение Иисуса Мессии было таким образом. По обручению матери его Мирием с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в отшреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Когда он помыслил это только, Сиангел Господь явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Мирием жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Ишу, это Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все себе произошло, да сбудется реченное Господом через порога, который говорит, «Сидела во чреве примет, родит сына, нарекут ему имя Эммануил, что значит, с нами Бог». Когда говорилось «С нами Бог», именно цитировалась фраза, когда ангел Господень говорил это, он цитировал фразу, которую Бог повелел сказать пророку Исаии, седьмая глава. Я прочитаю то, что говорил Господь, именно как пророческое слово, и осталось это для нас. Между прочим, эта реформаторская община, которой мы как бы стали друзьями, мы разговаривали с этим председателем, председателем, так и называется, Эммануил, с нами Бог. И смотрите, Исаия, седьмая глава. «И продолжал Господь говорить Ахазу, и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси, или в глубине, или в высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить, не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушай же, дом Давидов, разве мало для тебя, для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, сия дева во чреве примет, и ради сына нарекут ему имя Эммануил». Вот что я хочу вам сегодня говорить. Знаете, пророчество Ахазу, царю Иуды, оно было не случайным. Фактически, Ахаз никогда не был богобоязенным царем, но он был царем, поставленным и самим Богом, над Иудой. И фактически, он был царем над домом Давида. Это слово, которое говорилось ему, говорилось с надеждой. Но Ахаз, который никогда не имел отношения с Богом, он пытался сделать все своими руками. Мало того, что против него вышел Сирия, сирийцы вышли и окружили его, и причем взяли еще и Израиль, присадили к этой войне. И мало того, что это все происходило, Ахаз вне как бы общего мнения, как говорят, за кулисами, делает завет с ассирийцами. Завет с ассирийцами, это с народом, который был сильным и таким, знаете, напористым. Он делает этот завет с ними или договор с одним условием, что его жизнь будет сохранена в обмен на то, что он сдаст весь Израиль в рабство. Услышьте меня внимательно. Это слово, которое говорится, это непростое слово, оно звучит со стороны Ахаза, как будто он человек богобоязанный. Он говорит, я не буду утруждать Бога. Как будто он боится как бы нарушить или спорить с Богом. Как будто он соглашается с Ним, но на самом деле он манипулирует, он никогда не знал Бога, он никогда не поклонялся, он был богонавистником, богоненавистником. Но Бог обращается к нему помимо его желания, помимо его каких-то особых планов. Он говорит, послушай, Ахаз, я тебе все равно дам это знамение. Желаешь это или не желаешь? Хочу, чтобы ты знал, не бойся, я за свой народ. Услышь, я сегодня говорю тебе, я даю тебе знамение, непростое знамение. Это знамение о мессии, мессианское пророчество. Знамение все дело в очреве зачнет и родит сына, и назовут его имя Эммануил, что значит с нами Бог. Что это значит? Как связать эти две позиции? Мы понимаем, что Рождество Ишуа, которое произошло 2000 лет назад, и слово Кахазу, которое произошло почти 2800 лет назад, оно как будто разделено временем. 740 лет между двумя событиями, между словом, которое было сказано Ахазу, и тем временем, когда родился Ишуа. Потому что написано, говорится, что она зачнет и родит сына, и когда она родит, назовешь его имя Ишуа, то есть означает спасение, спасение от Бога. Как эти две вещества связать? Какое общее знамение? Очень просто. Мы не должны никогда забывать, что Ахаз, даже будучи неправедным царем, он все-таки был царем над домом Давида. И слово было не к самому Ахазу, а к дому Давидова, о том, что если мое слово, которое Исаия говорит, что мое слово не приходит ко мне тщетным, то есть если я сказал Богу, если я сказал слово, оно, это слово исполнится, и оно проведет свою работу, оно не придет тщетным, а означает, что я тебе даю сегодня знамение, ты будешь жить, и народ будет мой жить, потому что я даю сегодня свое слово, сия Дева в отшреве зачнет и родит сына, и нарекут его имя Эммануил, что значит с нами Бог, между нами будет Бог, а пока это не произошло, пока это не произошло, тебе нечего бояться, пока это слово не сбылось, тебе не нужно бояться, это слово сегодня, конечно же, касается и всех нас, услышьте внимательно, это слово сегодня касается и всех нас, потому что это сказано для сохранения, для того, чтобы слово Бога исполнилось, сегодня много неверующих евреев, сегодня много неверующих неевреев, поэтому Господь говорит о том, что времена они хотя тяжелые, но я хочу сказать вам, что я хочу дать вам слово, чтобы Бог был силен в вашей жизни, что не пройдет слово именно иота, слово Божьего, пока все не совершится, пока люди не услышат весь добрую, которая будет от Бога, в этом пороческом обещании Бога есть две истины, которые сегодня хочу с вами поделиться, в этом коротком обещании, потому что знаете, все дева зачнет, то есть она и родит сына, Алма, это то, кто никогда не познала мужа, она зачнет, это знамение сверхъестественное, здесь есть две истины, которые хочу, чтобы вы понимали, понимаете это или нет, но враг не хочет, чтобы мы знали и верили в эти истины, он все делает в этом мире, чтобы люди сомневались, реально сомневались сверхъестественным, потому что сегодня вопросы задаются, неужели ты веришь, что в девственное рождение, разве ты веришь, что так могло быть без мужа, какая-то девица Мирием зачала, она просто развела Иосифа, ты что веришь, что родился Бог, и ты говоришь, Бог может иметь плоть, и опять же это развод, я вам хочу сказать, что Божье Слово, оно пророчески исполняется, у Бога не может быть не сильным Его Слово, оно сильное и оно твердое Слово, первая истина, она заключается в том, что я верю в девственное рождение Мессии, услышите, я хочу, чтобы вы внутри себя понимали, что я верю, и каждый из вас должен понять, что вы тоже должны в это верить, верить в девственное рождение Мессии, многие не считают важным рождение, именно вот понятие, или верить в девственное рождение, они считают, что это не самое важное, не важно, что он родился от Девы, что это вопрос второстепенный, что в этом нет никакого смысла, чем об этом спорить, но я хочу сказать, что это очень и очень важное для каждого верующего, для христианина, для каждого мессианского верующего, потому что это становится залогом нашей веры, вы скажете, почему, в чем, в чем именно ситуация, если мы верим, что он родился, через сверхъестественное девственное рождение, тогда мы провозглашаем, что он на 100% Бог, услышьте, если мы не верим, если мы не верим в том, что он был рожден через сверхъестественное девственное рождение, тогда мы сомневаемся в том, что бог послал миссию но если мы верим в то что он именно родился с по обещанию который говорится здесь через исайю одежду нам рождение тогда мы подтверждаем явное положение что он сто процентов бог мы понимаем он сто процентов человек и сто процентов бог стих 18 матфея говорит что что она имеет в очреве то она имеет от духа святого ибо родившийся в ней есть от духа святого почему такая атака сегодня в мире на эту палка на это положение почему так сильно в мире сегодня борется то что именно опровергнуть что такое возможно да потому что если бы он был бы зачат как все мы не от духа святого тогда можно было бы врагам христовым утверждать что он не бог сегодня очень много людей которые говорят что ишуа божественный он не бог помните что фома сказал когда прикоснулся к рукам и говорит и царь мой и бог мой и бог мой эта позиция должна быть не умолима верующим людьми хотя последнее время все больше и больше учения которые они пытаются иудаизировать или какие-то принципы иудаизма вводить то ли в церковь то ли в изучение и под сомнение вообще ставят боже именно бога человечность нашего ишуа мы говорим о том что он был рожден от духа святого и значит он сто процентов бог единственное что он мог бы сделать как бог ишуа это родится от духа святого быть зачатым духом святым и поэтому это звучит бог с нами бог с нами господь наказывает за беззаконие отцов в детях до третьего четвертого рода это означает что бог не мог взять семя адама человека и сделать из него мессию так как из поколения в поколение грех который в непослушании водами он внутри был человека поэтому он делает невероятное вопреки всем принципов можно в физике химии биологии принципов человеческого разумения он говорит свое слово над мир им послушайте он не просто говорит что так произойдет он говорит встречается с мирем говорит над ней слово которое становится плотью вы помните что-то из-за говорит что слово его не возвращается к нему тщетным не произведящее действие и вдруг сверхъестественно как он делал это над землей как написано что писание говорит что земля была безвидной пустой дух божий носился наде над землей то есть он был над землей и когда и потом значит бог говорит и он сказал и вот слово сделал сделалось частью того видимого вопреки сверх понимания человека вопреки вопреки логического мышления вопреки каких-то законов бог начинает делать так как он хочет и уговорить слова это слово становится плотью поэтому очень важно нам верить и понимать что рождение шоу было сверхъестественным через детственное рождение для того чтобы знать что и шоу сто процентов бог и сто процентов он был человеком на этой земле это принцип рождества нужно понимать что он не был посланником благой вести а все напряглись он не был посланником благой вести он был богом пришедший с благой вестью услышите внимательно еще я понимаю что все напряглись кто-то смотрит нас по интернету а что-то ересь говорит он же был послан богом он не был посланником доброй вести это знаете как вот послать кого-то он был богом который принес добрую весть в этом суть есть понимание разумение что он пришел чтобы нас спасти однажды слышал историю окружного судьи в техасе с детства он дружил со своим соседом другом они уже выросли вместе и входили в школу там колледж однажды друг судьи приходит к нему говорит слушай у меня там проблемка есть я нарушил правила мне пришел штраф надо надо что-то с ним делать можешь подсобить уладить дело аннулировать его все знаете вот такое как у нас бывает можешь он говорит могу через время они встречаются через короткое время и друг говорит слушать спасибо спасибо что ты взял это дело на себя ты аннулировал и все он говорит слушай я не аннулировал он говорит подожди но ты же судья ты же со своей властью ты же мог его просто аннулировать он говорит да я я позаботился об этом но если судья праведный я не могу аннулировать и вопросов говорит ты скажи ты виновен свое нарушение правил дорожного движения ну да будет поэтому я заплатил за него многие люди в этом мире смотрят на бога любящего человечество полной любви сострадания человеком и они живут в этом мире как будто их не грехи аннулированы как будто аннулированы но если он судья праведный то он не аннулирует грехи он за них заплатил я мог заплатить чем мог заплатить просто кого-то послать только чтобы заплатить за человечество он говорит я не мог никем другим клясться как клялся самим собою и бог сказал я возьму и заплачу своей собственной кровью за грехи всех людей за нарушение за нарушение закона я судья праведный поэтому я не могу аннулировать сказать все все прощается я хочу и должен и должен поймите что многие люди до сих пор так и живут что все аннулирован живу и что аннулирован пришел не осознавая что на самом деле бог о судья праведный и у него была цена за наше нарушение за моё личное нарушение судья праведный мы должны понимать что ишуа рожденный сверхи девственным через девственное рождение это означает что мы подтверждаем если мы верим в этом подтверждаем что в этот мир пришел бог чтобы за нас заплатить собой заплатить вторая истина этого пророческого слова заключается в том что я верю что ишуа пришел во плоти не в духе не в каком-то принципе не как вот вот эти вот всяком вероучении которое существует я верю что он пришел во плоти я должен это понимать потому что важность этого понимания очень большая ишуа две тысячи лет назад спрашивал у своих учеников за кого меня почитают одни говорили за яна крестителя другие за и одного из пророков один за илью а за кого вы меня почитаете за кого и там именно для как и для тех так и для нас сегодня звучит та же самая фраза если мы должны верить в это ты машеях господа ты христос госп божий ты есть христос божий там написано ты есть мессия ты есть бог почему это важно потому что на сегодняшний день я встречаю я не знаю вы встречаете ли вы или нет я встречаю людей которые говорят слушайте мы тоже верим что иисус был классный мужик на земле он вообще был хорошим рэбе на самом деле он был богобоязан законопослушным рэбе он учил в пасторе он был хорошим человеком некоторые говорят он был вообще именно таким богобоязанным пророком который показывал путь к богу он был хорошим учителем он также настолько был влиятельный что он основал новое движение которое противостояло иудаизму того времени но никто из этих людей не хочет принять важность того что это во первых бог и он пришел во плоти вот эти внимательно 14 стих и слово я начну Иоанна 1.1 в начале было слово и слово было у бога и это слово было бог интересно мы понимаем что это говорится о Иешуа потому что в начале это слово было у бога это слово было бог и в определенное время 14 стихе слово стало плотью то есть другим словами это слово пришло и стало плотью среди нас обитала с нами помните слово Эммануил бог с нами обитала с нами полная благодать и истины и мы видели его славу славу как единородного от отца он проявил себя как бог рождения сверхъестественным и так же как человек он стал плот имел плоть 1 и она 4 2 говорит дух духа божьего духа заблуждения узнаете так всякий дух который исповедует еще миссия пришедшего плоти есть от бога он бог во плоти интересная концепция потому что многие не хотят в это верить не хотят в это углубляться и они всячески уходят от этого он божественный он как бы отражение бога на земле да действительно он обращался к отцу но самое важное что здесь писание говорит что если человек не исповедует как и дух написано не исповедует еще миссии пришедшего плоти не от бога а всякий дух который не исповедует еще миссию пришедшего плоти не есть от бога но это дух антихриста в котором вы слышали и что он придет и теперь есть уже в мире очень интересно то последнее время оно стало сильно сильно увеличиваться это давление извне что Христа может быть и не был может быть он был таким человеком ну может быть он был хорошим учителем и даже в Коране о нем описывается в тадахи можно что-то найти в этом и слова и так далее может быть из Талмуда что-то вырвать и так далее но слушайте четкое постановление что если мы не исповедуем пришедший во плоти мы не мы не понимаем мы не от бога 2 Иоанна 2 Иоанна 1 глава 7 стих ибо многие обольстители вошли в мир не исповедующие Ишуа Мессию пришедшего плоти такой человек есть обольститель и антихрист вы спросите почему так важно понимать и верить что Ишуа 100% Бог и 100% человек и что Он пришел во плоти почему это так важно почему-то необходимо если не верить что Он пришел во плоти тогда Он не умер вы слышите нет первое если мы не если мы верим что Он сверхъестественное рождение и через девственное рождение мы подтверждаем что Он есть Бог но если мы не говорим как бы не исповедуем что Он пришел во плоти тогда Он не умер потому что нужно было чтобы плоть была распятая чтобы кровью заплатить за грехи если мы не исповедуем что Он пришел во плоти тогда Он не умер тогда мы остались в своих грехах тогда нет искупления тогда мы не спасены потому что Он должен был умереть чтобы заплатить за наши грехи послание к евреям 2 глава 17 стих я буду читать из современного перевода и так как эти дети люди во плоти и крови то Он оставил извините и Он стал таким же как эти люди чтобы через свою смерть погубить того кто имеет власть над смертью то есть дьявола то есть дьявола другого пути не могло быть Бог говорит Кахазу слово которое не вмещается в понимание ни философов ни ученых ни иудеев ни вообще как бы теологов потому что слово которое противоречит естественному природному закону Божьему Он говорил простые слова для Адама и Евы плодитесь и размножайтесь поэтому размножение или следующее поколение может быть только от того когда мужчина и женщина вместе и они имеют семя и они производят в этот мир новое поколение Бог говорит самое невероятное пророчество и говорит такие слова что сия дева зачнет и родит сына и нарекут ей имя не говорится что сия девушка или женщина зачнет а он говорит именно такое что именно который не познала мужа который не знала что такое секс сверхъестественно она зачнет от чего-то большего от Бога и родится вам в этот мир во плоти Бог и это есть ваше спасение Бог говорит это мое удостоверение что я остаюсь на троне и мое слово твердо это как говорится билет в будущее в вечность если ты не только веришь и знаешь но исповедуешь то что еще пришел в этот мир как Бог во плоти то ты можешь иметь этот путь в небеса каждый из нас умрет рано или поздно каждый из нас пройдет свой путь если конечно Господь не поспешит и мы его встретим в наше время каждый из нас провожает последний путь близких и родных и я знаю как это тяжело я провожал в путь своего отца я был на похоронах многих людей я видел как они убиваются от горя и знаете безутешительные какие-то чувства и что бы мы ни говорили что знай это путь людей таким образом мы приходим в мир и уходим это не дает людям никакого утешения даже когда ты говоришь ему послушай Бог знает какого это терять и продолжать последний путь для людей все равно это тяжело и как сказать невозможно их утешить в этих словах я помню как один человек сказал да если даже Бог который знал что его сын умрет но он воскресил его он знал что воскреснет я говорю ну так же и для тебя это есть надежда что мы воскреснем каково оно было смотреть на умирающего висящего на кресте миссии поэтому Бог он знает он может сочувствовать он может действовать Исайя был очень промессианским пророком мы знаем 53 глава которая часто не читается в синагоге не истолковывается если толковывается оно как бы так в сторону Израиля или таких других позиций но интересно я надеюсь вы услышали это слово которое пишется очень часто в в рождественских открытках христианских магазинах и рассылках но я хочу чтобы услышали немножко по-другому это Исайя 9 глава 6 стих ибо младенец родился нам сын дан нам владычество на раменах его нарекут ему имя чудный советник бог крепкий отец вечности князь мира в свете рождественского праздника и того о чем я говорю о том как теме моей я верю в рождество я верю что он рожден сверхъестественно через девственное рождение я верю что он пришел во плоти этот стих абсолютно по-другому совсем разумеется во первых смотрите ибо для нас младенец дан сто процента человек во плоти нам младенец дан и следующее и сын написано с большой буквы он назовется бог крепкий сто процентов по плоти и сто процентов бог многие могут смотреть нас по интернету или же там пересматривать и иметь еще множество своих собственных каких-то добавок и споров и оспаривания и я знаю что там будут кто-то будет кому-то будет нравиться кому-то будет не нравиться такие проповеди но я хочу чтобы мы посмотрели на рождество другими совсем глазами давайте вернемся в бытие с самого начала давайте представим себе что адама не было там когда ева согрешала хотя мы понимаем и обращаясь ко всем я понимаю я читаю библию что адам был там он не сохранил его он не стоял как бы быть трезвым в том чтобы сохранить свою семью но представим одну вещь просто представим себе что если адам был в каком-нибудь другом месте и как богу сказать своему творению своему сыну который сотворил о том что его возлюбленная она она согрешила я могу представить что он говорит встречается с ним говорит сын мой мне прискорбно сказать тебе эту весть но твоя невеста твоя жена которую я тебе сотворил она согрешила и она должна умереть хотя этого не произошло но на самом деле произошло что-то другое и когда бог обращается в мир кто заступится за человеком еще говорит я я такими словами он говорит сын мой невесту которую я сотворил для тебя Израиль и все другие народы обращаясь через тонах он говорит я заручился с тобой дом Израилев ты моя невеста ты моя жена он говорит такие слова говорит Ишуа невеста которую я тебе сделал сотворил должна умереть он говорит подожди оба я пойду я пойду в этот мир чтобы искупить ее чтобы сделать больше я заплачу за ее грех потому что возмездие за грех смерть смерть невозможно изгладить грех без пролития крови невозможно и поэтому сам бог говоря слово о своем сыне ввел его в этот мир во плоти чтобы тот взял на себя смерть на глаговском кресте за тебя и за меня пролив свою кровь избавить нас от мучения ада только в это нужно верить об этом сегодня Рождество Рождество это не просто подарки какие волхвы пришли какие там еще ангелы что воспевалось там это все хорошо суть Рождества услышите меня внимательно это не просто фейерверки какие-то там еще елочки игрушки подарочки все такое это все может быть завоулировано от от движения или унести Христа из Рождества суть Рождества простых вещах Бог говорит я сегодня даю тебе знамение и это знамение все дело во чреве зачнет родить сына и назовут ему имя Эммануил с нами Бог он родился для того чтобы умереть воскреснуть воскреснуть и дать нам победу я хочу чтобы это Рождество для вас было именно фокусом в Мессии фокусом не просто праздника обещание Бога для нас и помним о чем я говорил если мы верим что он родился от девственного рождения то есть сверхъестественно мы утверждаем что воистину в этот мир пришел сам Господь и об этом говорит Фома ты царь мой и Бог мой ты Господь и Бог ты Господь и Бог и второе он не просто родился он принял наше с вами плоть чтобы быть человеком чтобы сострадать нам он был воскрешен во всем кроме греха пройти этот путь и искупить свою невесту которую сотворил ему Господь как и из иудеев равно и так для всех остальных народов поэтому Рождество оно такое яркое и дьявол будет всячески всячески убирать Христа из Рождества в какой день когда-то было спорить о нем так невозможно такого не может быть свои мнения своя концепция всего верующий и прошедший до конца остающийся верным Боге может унаследовать то что Бог обещал своему сыну царство и вместе с ним даровать нам его многие хотят царство здесь на земле я не я сейчас не умоляю тех людей которые богаты которые умеют зарабатывать я не умоляю этого но концепция пожить здесь вдоволь пожить здесь некоторым удается тогда у меня к вам вопрос что для тебя Рождество веселый праздник веселый праздник дарение игрушек подарков тортов или же обещание обещание твоего спасения моего спасения и я сегодня праздную мое искупление обещание того царства и не будет ни слез ни плача ни скорби ни болезни я верю в Рождество а ты веришь ли ты если да всей своей жизнью всем своим естеством покажи это не стесняйся никогда сказать что ты веришь сверхъестественное сверхъестественное девственное рождение нашего Бога нашего Мессии ты никогда не стесняйся Христа на котором был распят наш Мессия это надежда для многих евреев это как будто знаете поругание это как будто такое тяжелое какое-то прошлое они стесняются Христа но это наше это мое Рождество сегодня я дам вам этот шанс принять Рождество свое сердце для тех кто концептуально то есть теоретически присоединил себя к христианству потому что вы живете в этой стране либо к еврейству которое такое вот мессианское но классное хорошее как бы я даю вам шанс сегодня сделать себе самый большой подарок в Рождество принять мессию чтобы он родился и жил в вашем сердце надежда веков надежда пророков надежда царей ахаз ему было сказано в эти слова но все исполнилось для израиля 740 лет после его смерти что для тебя Рождество давайте мы сейчас встанем наши ноги сегодня последнее служение там в этом году календарном для многих из вас приготовлены уже подарки на новый год для многих из вас есть приглашение для многих из вас может быть там для детей есть приглашение на елку деду морозу как это похоже на то чтобы убрать христа мессию из рождества самый большой подарок для нас для тебя и для меня мессия но есть подарки которые люди ценят есть подарки которые копируют ставят особые рамки а есть подарки которые забывают бросили в чулан либо на горище и через много-много лет эти подарки встречаются на пути я надеюсь что Христос не такой подарок для вас я надеюсь что вы не закинули его где-то далеко в чулан и иногда нарываетесь на него когда убираете какие-то вещи я надеюсь что он всегда перед вами перед вашим лицом напоминающий как сильно вас любит как дороги вы я также надеюсь что вы смогли этот подарок скопировать перерисовать собственными руками вы смогли сделать этот подарок вложив в него ваше сердце и подарить его другим сделайте это в эти праздничные дни сделайте собственными руками приложите сердце тому образу спасителя который живет в вашем сердце на которое вы уповаете как дорого он вам поделитесь им пожалуйста не закиньте его в чулан в горище в конверт с рождеством дорогая община с рождеством если ты сегодня хочешь в первый раз принять христа в свое сердце я просто прошу не стесняйся этого подними свою руку и я знаю что он сто процентов постучиться в него в твое сердце придет туда и у тебя будет особый праздник праздник милости праздник просто мира и обещания обещания быть с ним и он с тобой как написано эмануил бог с тобой бог с тобой где бы ты ни был когда бы ты не смотрел это видео он с тобой все что нужно сделать сказать я нуждаюсь тебе моя жизнь полна штрафов за превышение скорости проезда на красный свет на неостановку на пешеходе я переехал кого-то как много я сделал нарушений и ты праведный судья пожалуйста не аннулируй этот штраф сейчас дай мне почувствовать что ты заплатил за него еще я принимаю тебя в свое сердце я прошу тебя приди в мою жизнь коснись меня я не хочу быть нарушителем я хочу быть твоим сыном я хочу быть искупленным я хочу иметь надежду я хочу иметь твое благословение держаться от твоего твоей надежды и когда пройдет мое время здесь на земле услышать приятные слова добрый и верный раб пойди в радость господина свою если ты сегодня молюсь этой молитвой от искреннего сердца не прячься не убегай не стыдись это уникальное рождество подарок для тебя родиться мессии в твоем сердце просто выйти вперед за вас помолиться и я знаю что жизнь изменится радикально а для тех кто не воспринимал рождество как собственное искупление для вас сегодня звучит эта песня с рождеством и родиться мессии обновиться в вашем сердце еще раз поэтому во время сейчас это поклонение я бы хотел чтобы мы поднимали к нему наши руки благословляли Бога и если Господь касается вас я буду за вас молиться и пастора будут молиться за вас благословлять вас помазывать вас селеем и чтобы подарок обещанный Богом он остался в вашей жизни печать мессии которую все видят и Бог благословит вас ше-меша-маши-хе